Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как я уже говорил, я продолжаю свою рубрику советы новичкам, только уже оновленную. С пониманием того, что есть ряд игроков, которые вообще не понимают, где они находятся, они просто установили себе игру. И, как показала моя личная практика, я не нашел в ютюбе ни одного канала, на котором бы нормально разжевывали элементарные темы. Все каналы посвящены каким-то советам, которые, в принципе, важны и полезны только для тех ребят, которые уже разобрались в игре, им дополнительная информация подается. Ну, знаете, как, допустим, взять футболистов, которые уже умеют играть и начать давать им советы, как повысить их результативность. Но почему-то нет ни одного вам тренера на ютюбе, который бы объяснил, как шнурки завязывать на бутсах и куда, в принципе, с мячом необходимо бежать. Вот я и буду тем тренером, который будет учить завязывать вас шнурки, и сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом необходимо пользоваться такой закладкой, как боевые задачи. Мало кто понимает, поэтому попытаюсь объяснить. Итак, смотрите. Каждый день у вас обновляются боевые задачи. Что они вам дают и для чего они нужны? И почему стоит выполнять боевые задачи и стремиться максимально большое количество боевых задач выполнить? Дело в том, что в первую очередь боевые задачи нацелены на то, чтобы повысить вашу игровую активность, чтобы вы больше времени проводили в игре, но это та цель, которую преследуют разработчики. И их можно понять, потому что это их коммерческие проекты, чем больше вы вовлечены в эту игру, тем интересней эта вся идея, безусловно, самим разработчикам. И здесь нечего гневиться на разработчиков, здесь все логично и правильно. Почему я считаю, что выполнение боевых задач и уж тем более клановых боевых задач является полезными для вас? Ну, во-первых, они приносят вам какие-никакие все-таки бесплатные бонусы. Вы можете получать, допустим, те же самые сертификатики на покупку техники определенного уровня или бустеры, которые помогут вам прокачивать те или иные ценности в игре, точнее фармить их. Вы можете себе зарабатывать дополнительно еще на сегодняшний день уже приказы третьей степени, допустим, там знаки классности получая, вы можете получить приказ вот этот вот для выполнения, а именно х3 получите в итоге, что поможет вам опять-таки прокачиваться. Короче говоря, вы можете зарабатывать себе свободный опыт и любые другие вложенные в эти контейнеры, игровые ценности, ну и всякого рода дополнительные ништяки, типа, допустим, 25 золотых монет. Что же касается второго, что вы можете получать от выполнения боевых задач? Вы можете получать от боевых задач ваш игровой опыт. Я говорю не о опыте, который указан у вас в каждом танке, который вы зарабатываете на этом танке, а ваш опыт, умение пользоваться техникой, преследуя определенные цели. Что именно вкладываю в это понятие? Обратите внимание, что у вас есть задача нанести 2000, допустим, 20500 единиц урона именно во встречном бою. Играя во встречных боях, выбирая себе именно такой режим боя, а режимы боя, кто не знает, выбираются у нас с правой стороны от кнопки в бой, вы выбираете себе режим, в котором вы будете играть. В обычном режиме вы можете выбрать себе выпадение вам случайно, как встречного боя, так и превосходство, либо убирать один из них. Таким образом, выбирая себе исключительно встречные бои, вы будете заходить только в этот режим боя, и соответственно, весь урон, который вы будете там наносить, будет считаться вам в выполнении конкретной боевой задачи. При этом, данная боевая задача будет учить вас как можно дольше жить в бою, потому что много урона за бой вы сможете нанести только выживая. А это значит, что вам необходимо будет понимать и подстраиваться под бой, вам необходимо будет по максимуму сейвиться, при этом нанося максимальный урон вашим соперникам, будучи при этом максимально полезными для вашей команды. Следующая боевая задача победить и выжить, опять-таки, будет учить вас делать максимум для победы, при этом максимально используя навыки использования вашей брони по технике, либо сейвиться где-нибудь на третьей линии, если вы при этом будете играть, допустим, на ПТшках. Скажу откровенно, нанести урон и при этом победить и выжить, я, как правило, беру для выполнения данных задач хорошие, крепкие ПТшки для того, чтобы стоять не на первой линии и не рисковать первым уходить в ангар, при этом продолжая поддерживать свою команду хорошим бодрым огнем и разбирая соперников на их ХПшку, позволяя своим союзникам добирать тех ребят, которых я существенно подранил. То же самое касается уничтожить взводом танков противников, 14 штук в моем случае. Данная боевая задача будет учить вас играть во взводе. Вы можете играть во взводе, существенно улучшается количество заработка за игры во взводе, поэтому пытайтесь найти себе друзей, заходите в какие-то кланы, куда вас пустят. Короче говоря, ищите себе тех, с кем вы сможете вдвоем заезжать в бои, ну и, соответственно, вдвоем получать данные результаты. Если я не ошибаюсь, а поправьте меня те, кто в этом разбирается, возможно лучше, чем я, но насколько я помню, если у вас есть боевая задача на фраге взводом, то даже если ваш совзводный кого-то выносит в ангар, вам это тоже считается. То же самое касается и, допустим, сбить гусеницу с шести разным танком противников. Чего учит вот эта вот задача? Она учит вас прицельному огню, она учит вас, что есть порой необходимость сбить гусеницу вашему сопернику, чтобы обездвижить его. И таким образом, либо не попасть под раздачу от самого же соперника, допустим, если он где-то на горке стоит и не может склониться вниз для того, чтобы у вас попасть. Или стоит где-нибудь за сооружением, и у него, допустим, там танк с задним расположением башни, соответственно, сбив ему передний каток, спрятавшись за дом, вы можете продолжать разбирать его через этот каток, нанося ему урон. При этом он не может сдвинуть с места для того, чтобы дать вам тычку в ответ. Прицельный огонь и поддержка вашей команды, потому что команда бодренько может помочь вам разбирать ваших соперников, которых вы загуслили. Поверьте, рано или поздно все ваши союзники будут такими, которые интуитивно будут понимать, что лучше сейчас сделать в бою. И да, ребят, к слову, если вы новый игрок в игре, ни в коем случае никогда не едьте никуда сами. Едьте со своей командой, смотрите, что делает команда и пытайтесь их в этом поддержать. Если начинают кого-то одного расстреливать, помогите своим огнем для того, чтобы минуснуть дополнительный ствол в команде ваших соперников. Таким образом, ребят, выполнение данных боевых задач, точнее отсутствие с вашей стороны халатного отношения к наличию данных боевых задач, приведет к двум позитивным моментам. Первое. Вы научитесь делать в игре определенные вещи. Как то бить прицельно в определенные точки у врагов, опять-таки выживать, наносить максимальный урон, таким образом получать максимальный бонус по результатам боя и таким образом делать существенный вклад в победу команды и минусовать стволы в команде соперников для того, чтобы приблизить эту победу. Выполняйте данные боевые задачи, получайте бесплатные ништячки, которые лежат в контейнерах. Забирайте большие контейнеры, недельные. А именно за выполнение данных боевых задач, как вы видите, вы получаете дополнительно 12 ключиков. Они суммируются не только в верхнюю полоску, но и в общую копилку по двум недельным контейнерам. Для того, чтобы открыть один из недельных контейнеров, необходимо 320 ключей, для того, чтобы открыть второй 600. И здесь награды куда поинтереснее, куда посущественнее. Выполняете боевые задачи в течение недели, пускай даже не все. Набираете себе необходимое количество ключей, ну и как минимум забираете один недельный контейнер, из которого вам может выпасть 100 золота, прикольные интересные аватарчики, слот в ангаре, который стоит 250 золотых монет, свободный опыт в количестве 1750. Короче говоря, какие-никакие, а бонусы вы получать будете. И плюс к этому вы учитесь играть. Переходим к клановым боевым задачам. Что такое клановые боевые задачи? Клановые боевые задачи это боевые задачи, которые вы выполняете, находясь в составе клана. Вы находите себе клан, который готов вас принять, или уже являетесь участником данного клана. Каждый игрок клана, играя, параллельно выполняет и клановые боевые задачи. Ну допустим, победить в превосходстве в четырех боях. Верхние ежедневные задачи обновляются каждый день. Нижние недельные боевые задачи обновляются раз в неделю. Тогда, когда завершается выполнение верхней линейки, команда забирает, ну под термином команда я имею ввиду всех участников клана, забираете верхние призы и у вас обновляется неделя. Как забрать эти призы? Для того, чтобы вы были участником клана, который забирает себе призы, вам необходимо выполнить в течение недели семь боевых задач клановых. Не имеет значения недельных, допустим там, или ежедневных. Вы можете выполнить в течение недели шесть раз по одному разу дневные задачи. Таким образом, будет шесть из семи и в течение недели вы еще добрали, допустим, одну недельную задачу. Будет семь из семи и по завершению недели вы заберете себе призы, которые ваш клан открыл. Вот эта линейка заполняется не только вами, она заполняется вашими соклановцами. Таким образом, получается, что все, кто выполнили семь из семи, забирают. Вне зависимости от того, они выполняли каждый день все боевые задачи или по одной боевой задаче каждый день. Что касается того, кто насколько успешен, здесь уже все зависит от того, кто сколько играет в игру, кто сколько боевых задач выполняет. Но в любом случае, делая несколько даже боевых задач и даже не забирая призы по результатам недели, вы все равно делаете свой вклад в то, чтобы ваш клан заработал. Есть два вида клановых боевых задач и они разделяются на необходимость участия в боях в виде совзводного с вашим соклановцем и без него. Как вы видите, уничтожить две единицы техники совместно с соклановцем во взводе. Это ежедневная боевая задача, которая выполняется именно со своим соклановцем. Две же остальные боевые задачи вы можете выполнить самостоятельно, не вступая во взвод с соклановцами. То же самое касается недельных задач. Одна боевая задача выполняется исключительно с соклановцами во взводе, причем соклановец может быть любой какой угодно, главное, чтобы из вашего клана вторая боевая задача выполняется вами самостоятельно. Точно так же, как и с обычными боевыми задачами, выполнение данных боевых задач поднимут ваш игровой опыт, вы будете больше уметь, больше знать, ну и ориентироваться, чего необходимо от вас в той или иной ситуации боя. Потому что тогда, когда вам необходимо будет, допустим, наносить максимальный урон для того, чтобы вытянуть свою команду на победу, вы параллельно будете выполнять, попасть в топ-2 по урону среди своих союзников. Стоит отметить, что, допустим, данная боевая задача выполняется не только в победных боях, но и в проигрышных тоже. Таким образом, получается, что если вы хорошо старались в бою, наносили максимальный урон, максимально отыгрывали, но получилось так, что ваша команда проиграла, это не есть причина и повод для того, чтобы вы расстраивались. Вы все равно попадете в топ-2 в своей команде, пускай даже проигравшей, и сделаете себе дополнительный вклад в выполнение данной боевой задачи. Играйте, получайте свои бонусы, помогайте своим совзводным, помогайте своим соклановцам забирать максимум призов. Порой здесь можно довольно неплохо поживиться. Вот такая вот история про боевые задачи. Если у вас есть что уточнить, обязательно пишите об этом в комментариях. Если вы считаете, что данное видео бесполезно, потому что вы это и так знаете, помните о том, что есть не только вы, есть еще тем, которые только начали играть, и они вообще не в зуб ногой по поводу того, что необходимо делать в нашей игре. А чего тогда нам от них ожидать в боях, если мы не хотим им подсказывать? Я думаю, что всегда нужен тот, кто научит ребенка ходить. Ну а уже потом появится тот, кто будет учить его бегать. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.